Начинает новый сезон, вначале этот сильный вокал. И нам, разочариваем эти вещи, чтобы навсегда запомнил нас стал. Эй, эй! Старо! Именно этим драйвовым приветствием и началось выступление команды «Перспективочка» в финале детской лиги КВН. Самарцы стали лучшими в игре с тремя другими командами из Хабаровска, Дагестана и Курской области. Борьба была плотная, но волжане, выступающие в свое удовольствие, стали чемпионами. Финал был очень сложный, команды были тоже очень сильные, были очень мощные выступления у всех команд. Мы выступали с кайфом. Мы все кайфанули от этой игры. Сейчас в команде 19 человек. Многие из них уже 4 года шутят на сцене. И эта победа для них стала по-настоящему долгожданной. Но есть и новые участники, которых одноклассники приобщили к жизни с репетициями и гастролями. Гимназисты признаются, что учебе это не мешает, а наоборот, учат грамотно распределять время и все успевать. Ну вообще не мешает. Я помимо КВН и школы занимаюсь вокалом и танцами. То есть я много чего успеваю. Родители увлечения детей поддерживают и понимают, что это не просто развлечение, но и титанический труд. И сами помогают мастерить костюмы, декорации, а также помогают ребятам нагонять школьную программу, которую они пропускают из-за выступлений. Каждый родитель уже понимает, что чтобы у ребенка все получалось, с ним надо быть вместе. То есть без помощи родителей дети не смогут подтянуть учебу. В образовательном учреждении традиции детского КВН очень сильны. Это уже третья команда в истории гимназии. Сначала все началось с 11-ти классников, которые решили поиграть просто в свое удовольствие. Затем образовалась команда «Перспектива», участники которой уже выпустились. После этого создали команду из совсем юных гимназистов, чтобы они играли вместе как можно дольше. Финал состоялся в день учителя 5 октября. И когда нам объявили и сказали, что наши дети победили и стали чемпионами детского КВНа, вы представляете, какой это был подарок для всего педагогического коллектива? Следующий сезон команду по сложившейся КВНовской традиции пропустит. И пока коллектив сосредоточится на подготовке к специальным праздничным игровым выступлениям. И обязательно постарается взять гран-при Всероссийского фестиваля следующим летом, чтобы стать абсолютным чемпионом детского КВН. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.